Грядущие проекты компаний, новые проекты, они все включают в себя комплексные решения, то есть за более чем 10 лет на рынке сейчас подошли к тому, что требуется в нашей отрасли уже комплексные решения от программного обеспечения для того, чтобы закрывать не просто какие-то специализированные задачи или задачи конкретных специалистов или конкретных служб, а для того, чтобы закрывать вопросы управления целыми процессами. Хотя в этот микрофон буду. Ну, начнем с того, что нового было в системе Геобанк, в системе управления базами данных, в системе управления менеджмента данных. Значит, за истекший период система была внедрена на большом количестве предприятий, проектов. Вот, ну, за последние пару лет, наверное, самые-таки показательные это проекты, связанные с геологоразведкой, это проекты, связанные с работой с компаниями «Русбурмаш», компанией «Ураним-Уван», компаниями «ГПБ» «Нефтегазсервисес». То есть эти проекты подразумевают под собой внедрение систем для документации данных при проведении геолого-поисковых работ и геологоразведочных работ. Вот, с применением системы Геобанк Мобайл, автоматизированная документация, проверка данных на ошибки во время документации и перевод этих данных в общую базу данных. То есть это все было сделано вот на этих проектах. Вот как раз показана документация при помощи системы Геобанк. Дальнейшая работа с этими данными, их интерпретацией, первичной проверкой в системе Геобанк, получение по этим данным отчетной информации. Вот приблизительно так выглядит схема работы на подобных геологоразведочных проектах, которые были реализованы. То есть вот есть, это как раз на проекте компании «Ураним-Уван» показывается. Есть дворовой участок, где собираются данные, в том числе при помощи Геобанк Мобайла. Есть какой-то полевой офис, где также производится работа с этими данными. То есть туда приходят данные по разметке проб, туда приходят данные по радиометрическому замеру. Вот эти данные собираются, помещаются на сервер. Все это находилось в Африке непосредственно. Эти данные в автоматическом режиме ночью реплицируются в Москву, где уже инженеры в геологическом центре компании, они уже производят оценку, интерпретацию данных и производят быстрое управление своим проектом бурения. То есть проект заключался в том, что шло отставание буровой программы после внедрения системы. У нас есть отзыв от клиента от этого. Буровая программа была закончена с опережением. На примере этих проектов компания «Макромайн» провела аттестацию системы Геобанк в ГКЗ Российской Федерации, подтвердив, что система создает отчетность, которая необходима при проведении георазведочных поисковых работ для описания и соответствует требованиям Государственной комиссии по запасам. Вот вышел как раз из протокола Госкомиссии по запасам. Это первая часть, то есть это проекты, связанные с георазведкой. Вторая часть – это проекты, связанные с управлением данными, получаемыми при эксплуатации. Здесь и эксплуоразведка, и добыча непосредственно, ну и различный набор данных. Также система хорошо себя зарекомендовала. За последние годы крупнейшие предприятия, где была внедрена подобная система, это ГРК «Западная», это компания «Архангельс Геодобыча», это компания «Нордголд», это компания «Полиметалл». То есть эта компания использует нашу систему для управления своими данными при георазведочных, эксплуоразведочных и просто при эксплуатации. Ну, примеры отчетов, создаваемых по подобным данным, можно увидеть на экране. То есть это как по геологии, так и по добыче непосредственно, управление базой данных менеджментом управляющих компаний, особенно если активов много и активы разрозненные, требуется оценка ситуации. Так и управление различными данными, которые не относятся напрямую, скажем, к геологоразведке, да, но являются важными для работы компании в целом. То есть здесь вот показаны как раз примеры, там, каких-то создания планов горных работ, управления данными, кидрогеологии или даже контроль за перевозкой данных. Данные по перевозке. Ну, перейдем к тому, что было сделано нового. То есть программное решение некоторое время не имелось какого-то сильного развития. Там было это связано с переходом на новый язык программирования, программа переписывалась и был нанят штат программистов именно в России. То есть сейчас за последние полгода вся программа развивалась уже непосредственно в России, там на 90%. В Австралии там два программиста, там руководитель и один программист. Что было сделано? В программе полностью изменили интерфейс, переписали интерфейс для того, чтобы программа была больше похожа на приложение Microsoft Office, чтобы это было удобнее для пользователей при работе с программой. Были добавлены некоторые функциональные особенности, которые влияли на работу администратора, то есть на настройку программы, которую делают непосредственно уже как при внедрении, так и после внедрения, если это необходимо. То есть были добавлены возможности создания папок при работе с данными для того, чтобы когда у вас большой объем работ, можно было как-то разгруппировать и систематизировать свою информацию более удобно. Была добавлена возможность создания так называемого глобального подстановочного параметра, то есть это возможность фильтрации получаемых вами данных изначально до получения, не каждый раз создавая какой-то запрос, а один раз указав, там я буду выбирать или там номера скважин, или там даты какие-то и так далее, используя это многократно уже в различных инструментах внутри системы. Было проведено сближение с системой Macromine путем добавления, такие же, как в Macromine графических штриховок, таких же вариантов заливки, крапа и так далее. То есть вот здесь как раз показана такая вот легенда, и при этом была добавлена возможность ее использования сразу в нескольких инструментариях программы, чтобы не нужно было каждый раз это делать, то есть один раз делается, и это можно использовать как просматривая данные, также можно это выводить при графических каких-то отчетах, можно это выводить, просматривая данные в плане и так далее, и так далее. То есть цветная кодировка, это может использоваться в разных местах. Что-то у нас зависло. При просмотре данных в плане была добавлена возможность оценки и просмотра инклинометрии скважин. Были переработаны графические отчеты, то есть этому функционалу был добавлен дополнительный инструментарий. Сейчас создавать графические отчеты для пользователя стало намного проще их использовать. То есть теперь есть возможность, создавая отчеты, работать с проектной сеткой, есть возможность перезапускать параметры отчетов, не закрывая их, есть возможность просматривать, если этот отчет создавали не вы, есть возможность сразу посмотреть, какие данные привязаны, вот как здесь показано, какие данные привязаны к тому или иному элементу отчета, То есть, если я нажимаю на что-либо, в данном случае на геофизические данные, я сразу вижу, от чего они зависят. Они зависят от двух линейок и от такой-то таблички с данными. Была добавлена возможность создания подотчетов, то есть, это возможность добавления в основной отчет каких-то функциональных блоков или информационных блоков, в данном случае, скажем, размещения легенды или какой-то подписи, которая будет автоматически подстраиваться под ваш формат, под ваши данные. То есть, если вы там, грубо говоря, рисуете колонку скважин, сегодня у вас скважина 400 метров, легенда располагается внизу отчетного листа, завтра будет там нужно распечатать скважину 10 метров, легенда будет автоматически располагаться внизу отчетного листа, на скважине 10 метров. Была добавлена возможность не фильтрации, а выбора новых подстановочных параметров, опять же, не перезапуская ту или иную функцию, что раньше вызывало, конечно, некоторые неудобства. Была добавлена возможность работы с инструментарием в макросе, то есть, создания неких автоматически повторяющихся действий, которые будут пробегаться по какому-то списку функционалов системы и выполнять эти действия нажатием одной кнопки, то есть, чтобы не нужно было человеку периодически повторять одни и те же свои действия. Система приобрела интерактивность дополнительную, то есть, для того, чтобы пользователи системы, не обладающие специализированными знаниями по программированию или по работе с языком SQL, чтобы они могли делать настройки непосредственно интерактивной системы. Ну, вот я здесь показываю на примере работы с модулем лаборатория, то есть, с модулем, который отвечает за обработку данных опробования, отправку профлабораторию, получение результатов, сравнение. И вот здесь видно, что теперь вся информация прямо из системы вводится, да, то есть, вот показано, что по лаборатории всю информацию можно вводить, просто нажимая и вводя информацию в таблице, да, которая необходима. Также при работе с отчетной информацией, там, с графиками и так далее, также здесь непосредственно можно интерактивно полностью работать. Ну, это такие небольшие доделки, которые были сделаны нашей группой программистов, вот, для того, чтобы выпустить версию, которая будет удобнее для пользователя, удобнее для администратора системы. Но, благодаря созданию вот этой группы программистов в России, теперь продукт получил новую, как говорят, дорожную карту, новый план развития продукта, да, и что же будет в будущем. То есть, первое, что планируется сделать, будут переделаны, обновлены инструментарии импорта данных в систему, то есть, система будет иметь один, так называемый, импортер данных, который будет работать с большим, с очень широким набором форматов данных. Непосредственно при импорте пользователи будут иметь возможность настраивать свои параметры, которые их интересуют, как проверок, так необходимости или не необходимости импортировать эти данные. Вот, это было сделано на основании, как раз, вот, проектов с компаниями Nordgold и Polymetal, где очень важным является помещение в базу исторических данных, и этот процесс миграции без использования специального программного обеспечения занимает колоссальное время. Даже не говоря долгое время, это реально колоссальное время. Вот, дальше в системе Геобанкова будут вводиться интерактивные формы, которые позволят создавать новые представления по работе с системой непосредственно самому пользователю, то есть он сам сможет набросать тот функционал, тот набор кнопочек, тот набор инструментов, которые ему интересны при проведении каких-то конкретных работ. Система будет уходить в веб-интерфейс, то есть будут добавлены в дальнейшем возможность работы с облачным хранилищем, будет добавлен в веб-интерфейс, где система будет иметь возможность запускаться непосредственно из какого-то, из-под браузера, да, и работать с, ну, пока еще точно не ясно, с каким набором функционалов из-под браузера, да, но работать со своими данными непосредственно из веба. Вот, то есть система будет уходить в такое, ну, в более современное решение. Это все по системе Геобанк, вот, я передаю слово Тимуру, я, как обещал, сократил свою презентацию, сейчас Тимур расскажет более подробно о том, что было сделано по новой версии системы Макромайд. Если у кого-то будут вопросы ко мне, потом отходите, спрашивайте, я еще сегодня выйду с одной презентацией по скриптингу в Макромайд.